Продолжаем выпуск. 24 мая празднуется День славянской письменности. По этому поводу сегодня в станице Николаевской Константиновского района прошел концерт. Для села с населением в 2500 человек подобное мероприятие стало настоящим событием. Обо всем подробнее в материале Анастасии Дубас. Очертания тонкой красной нити, а иными словами основной тематики мероприятия, обозначили с первых минут начала концерта. Вокальное трио со сцены исполнило священный тропарь и гимн святым Кириллу и Мефодию, прародителям славянской письменности. Братья святые Мефодии, да осенит его дух примирения, вашей молитвой Господом силит. Идейным вдохновителем и культурным просветителем для жителей Николаевской уже 10 лет остается настоятель местной церкви отец Роман. Но, как признается сам священнослужитель, порой расшевелить угнетенных бытовыми будничными проблемами жителей не так-то просто. Поэтому подобные мероприятия для сельчан поистине редкость, что, впрочем, добавляет им значимости и смысла. По правде говоря, братья Кирилл и Мефодий, они были монахами. Монахами, которые несли свое послушание. И монашеское, и пастырское. А мало того, они несли свет Христовой истины для обычных людей, для людей, которые живут и сейчас, не осознавая той истории, тех корней, того фундамента, который они имеют в данный момент времени. Концерт был организован силами местных талантов. Перед сельчанами выступил хор казачьей песни, учащийся школы Станицы Николаевской. А вот знаменитые композиции на фортепиано исполнила гостья из Ростова-на-Дону. Между тем, большую часть вокальной работы взяла на себя Ольга Сапегина. Девушка завоевывала внимание зрителей уникальным оперным пением, исполнив отрывки из знаменитых произведений Бородина и Лермонтова. На выходе из актового зала Николаевского дома культуры расположился мини-музей. Все желающие могли ознакомиться с уникальными книгами, некоторые из которых были изданы в XIX веке. Анастасия Дубас, Антон Набиев, Новости ВТВ.